Сергей, когда вы первый раз услышали имя Пол Манафорта? Я его услышал первый раз в районе 2006 года, когда Украинская правда опубликовала первое расследование о том, что Янукович нанял себе заморского консультанта, который призван улучшить его имидж и помочь на выборах. — Можно ли говорить спустя все это время, и то, что вы теперь знаете, Пол Манафорт в Украине работал на Януковича или реализовывал некие планы Владимира Путина на службе у Януковича? — До сих пор я исходил из того, что его клиентом был Янукович, и он работал просто за деньги. Но сегодня я прочитал уже новое сообщение Associated Press о том, что, оказывается, Манафорт предлагал окружению Путина реализовывать сценарий по усилению роли пророссийских сил и снижению влияния западных сил в странах постсоветского пространства. Это уже немножко другая деятельность. И, конечно же, если я сопоставлю это с тем, что Манафорт советовал Януковичу и как Янукович шел к власти, то это звучит по-другому, совсем не так, как просто консультации. То есть Янукович целенаправленно использовал технологию раскола украинского общества, поднятия вопроса ущемления русскоговорящих граждан, которого на самом деле не было. Он целенаправленно поднимал болезненные темы для общества, тем самым его раскалывая и действительно усиливая влияние пророссийских сил и снижая вероятность прихода к власти прозападных. — А вам удавалось с ним хоть раз поговорить? — Я Манафорта видел дважды в жизни, живьем. И мое общение длилось секунды две. Первый раз это был Давос. В 2007 год, январь, он приехал на выступление Януковича во время украинского завтрака. И он стоял возле Ахметова. Я подошел к нему, спросил, готовлю ли он дать интервью. Он сказал нет, и все. Это было буквально две секунды общения. Второй раз это было, когда Янукович выиграл выборы президента и был торжественный прием в украинском доме, бывшем музее Ленина. Мы с журналистами стояли возле входа, и Манафорт вместе с Ахметовым пришел на этот торжественный прием. Но они не общались в прессе, и Манафорт ни слова не сказал. Хотя, конечно же, моя тогдашняя заинтересовалась как журналиста. Была велика, чтобы он тоже дал комментарий. Потому что Манафорт, как мы сейчас уже видим, был очень активно вовлечен в компанию Януковича и помогал ему избраться на пост президента. — А Ахметов, Ринат Ахметов, был когда-нибудь связан бизнесом с Олегой Дерипаской, с базовым элементом российским Мингордетом, соответственно? — Был ли у них общий бизнес, я сказать не могу. Но, конечно, Ахметов был знаком со всеми самыми крупными российскими олигархами, и наверняка он знаком с Дерипаской. Если мне не изменяет память, то именно Дерипаска посоветовала Ахметова Манафорта. — Как американское посольство в 2006 году, в 2007 году и дальше, до Майдана, реагировало на присутствие пола Манафорта в Украине? — Мне кажется, они были заинтересованы поддерживать контакты с людьми, которые могли коммуницировать между Януковичем и американским правительством. И Манафорт был таким коммуникатором. Я лично общался с послом США Джоном Тефтом, и он говорил, что они неоднократно контактировали с Манафортом, чтобы или узнать точку зрения Януковича по каким-то вопросам, или донести до Януковича определенный взгляд американского правительства. То есть, на самом деле, Манафорт исполнял роль координатора какого-то или контактера, и в то же время он ни разу не зарегистрировался на сайте Миньюса США как лоббист, что, я считаю, тоже является определенным нарушением американского закона. Было ли влияние Манафорта критичным для американского правительства? Думаю, что нет, но он выполнял роль в том числе и лоббиста в контакте с американским правительством. Представитель Пола Манафорта сегодня опроверг информацию о том, что политконсультант получал деньги от Виктора Януковича. Напомню, что депутат Сергей Лещенко утверждает, Манафорт получал от бывшего президента Украины 750 тысяч долларов. Об интересах Манафорта в Украине прямо сейчас. В Украине Пол Манафорт появился во время Первого Майдана. После поражения Виктора Януковича на президентских выборах 2004 года американский лоббист стал его личным политтехнологом, а также консультантом всей партии регионов. Считается, что именно Манафорт привел регионалов к победе на парламентских выборах в 2006 и 2007 годах, а самому Януковича обеспечил победную президентскую кампанию 2010 года. Манафорт продолжил консультировать Януковича и дальше, а после Второго Майдана стал политтехнологом оппозиционного блока, образовавшегося на останках партии регионов. Одной из ключевых задач было обеление имиджа Виктора Януковича в Соединенных Штатах. Именно Пол Манафорт устроил визит тогдашнего президента Украины в Вашингтон в 2010-м. Янукович тогда пообещал избавиться от высокообогащенного урана, а взамен получил кредит в 850 миллионов долларов. В так называемой амбарной книге черной кассе партии регионов фамилию Манафорта можно встретить 22 раза. А по данным газеты New York Times, в общей сложности за время работы на Януковича и его соратников американский лоббист получил гонорар 12 миллионов 700 тысяч долларов.